Ещё один вопрос. Вы упоминали Таможенный Союз, и здесь есть вопрос на СМС. Вступление Армении в Таможенный Союз. Что это было? Пишет Костя. Я не понял. Армения вступает в Таможенный Союз. Зачем? Почему? И как, учитывая, что... Вы сейчас можете меня осудить, что есть у меня проблемы с географией, но общей границей нет. Мы-то не граничиваем. Общей границей нет. Как это будет всё функционировать? Во-первых, давайте смотреть сразу. Армения — это как Израиль, который граничит со всеми странами мира, поскольку там есть армянская диаспора. Причём в нашей стране она очень большая, но не только в нашей. Не, но технически это как грузы будут проходить. Это не важно совершенно. Дело в том, что это фактически речь идёт о том, что создаётся, я вот об этом говорил, некоторый центр силы, который будет писать свои правила. Армения говорит, вот мы хотим играть по этим правилам. Можно там долго объяснять, почему она это делает. Ну, условно говоря, если всё будет развиваться более-менее естественно, то есть без войн, без катастроф и так далее, то скорее всего в Таможенный Союз рано или поздно войдёт Турция. Турция? Ну, конечно. Куда ей? Ей вообще больше деваться некуда. А нам надо, чтобы она вошла? Ну, с точки зрения экономики, да. С точки зрения политики надо разбираться, на каких условиях, как и т.д. и т.п. Но тут уже фокус в чём? Что Армения прекрасно понимает, что если Турция войдёт в Таможенный Союз, то Турция будет Армении ставить условия, как входить. По этой причине, вот примерно то же самое, как я объяснял в Малдайне, что, ребят, если вы сейчас, вот тогда там, полтора года тому назад, объявите о вхождении в Таможенный Союз, то вам, как бы, все страны Таможенного Союза на радостях очень удобные выглядят условия. А если, соответственно, вдруг когда-нибудь Украина войдёт в Таможенный Союз, то вас вообще никто не будет спрашивать. Вот, ну вот смотрите, да, сейчас вы можете сыграть в игру, в свою, а так вы не сможете. Вот. И я думаю, что Армения, она просто смотрит даже не на два года вперёд, а лет на 10-15. И в этом смысле это, безусловно, очень сильный шаг. И аналогично для Таможенного Союза экономически Армения это ноль. Ну, для, там, и для Белоруссии, и для Казахстана, и тем более для России. А вот в политическом, с учётом пресловутой диаспоры, ну, представьте себе, что завтра Израиль объявит о вхождении в Таможенный Союз. Это же... Это довольно странно звучит. Нет, это абсолютно не странно звучит. А куда им одеваться, опять-таки? Европа его точно не пустит. Европа его на дождь. А Израиле вообще-то надо? А куда им одеваться? Ну, окей, вот что он получает от вступления в Таможенный Союз? Что он получает? Он получает рынки. И получает некоторую силу мировую, которая уж точно теперь будет его поддерживать. Кто его сейчас поддерживает? Евросоюз? Нет. Соединённые Штаты Америки, они, там, Керри, явно начинают переориентироваться на Иран. И что? Ну, собственно, уже там, я не помню, кто сказал, Киссинджер, по-моему, что через 15 лет Израиля на мировой карте не будет.